Здравствуйте! На портале Экзегет.ру с вами Протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами поговорим о словах Христа, которые очень часто вызывают недоумение у читающих и слышащих эти слова. В частности, Евангелие от Марка в 4 главе 25 стих. «Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Во-первых, это «ибо», «поскольку», «кто имеет, у того еще будет», «тот, кто не имеет, у того отнимется и то, что он имеет». Конечно, эти слова вызывают всегда внутренний протест, и они у нас на слуху, поскольку в Евангелии они повторяются пять раз. В устах Христа они с разными вариациями повторяются несколько раз и тем самым запечатлеваются в нашем воображении. И либо мы возмущены, либо потом привыкаем к этому, проглатываем как некую несправедливость, которую нужно принять, но тем не менее она остается каким-то болезненным вопросом. Но прежде всего, конечно, этот вопрос кажется очень абсурдным. Это похоже на то, что Господь восхваляет людей, которые хотят накапливать богатство, но разве Он сам не сказал, что легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому в Царство Божие? И, в конце концов, абсолютный абсурд. Разве можно отнять у человека, у которого и так уже ничего нет? В другом Евангелии говорится даже то, что, как ему кажется, у него есть. Но все равно, разве можно отнять то, чего и так уже нет? Конечно, на первый взгляд нам кажется, что Христос просто констатирует факт. Действительно, во все времена, во всех народах богатые становятся еще богаче, даже во время экономического кризиса они умножают свое богатство, в то время как бедные изо всех сил пытаются выкарабкаться из своего бедственного положения, но абсолютно безуспешно, и как будто есть какой-то жестокий рок, который именно это делает реальностью. И Иисус, сын Сирахов, тоже говорит о том, что те, у кого уже много есть, они еще больше богатеют, умножая роскошь своего дома. В псалмах говорится о том, что лучше иметь немного, но праведно нажитое богатство, чем великое богатство нечестивых. Итак, мотив того, что богатство скапливается в руках немногих людей, это постоянная проблема в истории человечества. Даже есть народная мудрость о том, что взаймы дают только богатому или имеющему. И в некоторых языках есть интересные поговорки о том, что дождь идет над промокшими, те, у кого есть крыша над головой, кто богат, у кого есть зонтик, над теми дождь не идет, но те, кто лишен всего, они лишь умножают свою нищету. Но, конечно, нет смысла убеждать в обратном о том, что сам Христос своей жизнью, своими словами, своей смертью, наоборот, себя противопоставляет социальной несправедливости, он пытается победить и бороться с этой несправедливостью. Именно поэтому он предписывает всегда делиться с теми, кто нуждается. Но для того, чтобы лучше понять эти слова, нужно увидеть их в контексте. Действительно, они совсем не совпадают с нашей логикой. Однажды один слушатель ответил такой репликой, «Вы знаете, все, что вы говорите, очень похоже на какой-то бред, потому что мы живем совершенно по другим законам». Да, действительно, слова Христа совершенно не сочетаются с нашей логикой, и мы увидим это. Что имеется в виду, когда дается, что имеется в виду, когда отнимается, что такое богатство в устах Христа. Но прежде всего нужно обратиться к притчам. В нескольких притчах эти слова являются некой моралью, неким золотым правилом мудрости, которое открывается в конце. Например, первая притча, знаменитая притча о талантах. Ее рассказывает евангелист Матфей и евангелист Лука. Некий хозяин упрекает третьего слугу, который получил только один талант, и закопал его в землю, и не извлек из него никакой прибыли, не умножил этот талант. И в заключение он повелевает своему слуге, возьми у него талант и отдай тому, у кого 10 талантов. Ибо кто имеет, тому будет дано, и будет дано в изобилии. А у кого нет, то и то, что у него есть, у него отнимется. Конечно, здесь есть другой абсурд. Речь идет об умножении талантов. Но если тебе дан один талант, то и единицу умножить невозможно. Ты можешь ее умножать до бесконечности, всегда в ответе будет единица. Но это другой парадокс. Речь идет о том, что есть категория людей, которые получают щедрые дары Бога, получают даром эти дары. Но этот дар не приносит ответа, не приносит плодов, не получает отклика. Талант — это некая одаренность, дар, которую действительно мы пытаемся воплотить в своей профессии, в своей жизни, в мире своих сил и возможностей. Дарование — это то, что приносит какой-то плод. Есть люди, которые действительно как будто закапывают в землю свой талант и проживают жизнь бездарно, и поэтому как будто проживают ее напрасно. Поэтому Христос как будто не открывает ничего нового, Он только заостряет наше внимание для того, чтобы мы услышали, для того, чтобы мы чутко относились к своей жизни. И для тех, кто готов пойти на риск, кто принимает какие-то неожиданные решения, всегда открываются новые перспективы, открываются новые горизонты. Вот эти другие два персонажа, которые умножают оставленные им таланты. И поэтому что угодно, но только нельзя замыкаться из чувства страха в своей скорлупе, нельзя отказываться от предлагаемых тебе возможностей, нельзя остаться бесплодным и бесполезным так, чтобы люди о тебе говорили ни себе, ни людям. Тем более, когда речь идет о духовных реальностях. В мире благодати всякий дар должен принесить плод и умножаться. На то она и благодать — это то, что умножается. Другой момент, когда Христос произносит эти слова, это притчи главным действующим лицом, в которых является семя. Блюдите, будьте внимательны на то, как вы слушаете или что вы слушаете. Мерой, которую вы измеряете, будет отмерена вам. На самом деле вам будет дано еще больше, ибо тем, кто имеет, будет дано, а у кого нет — и отнимется. Здесь возникает замечательный образ меры. Потому что очень часто, когда мы слышим эти слова, «мерою, которую мы мерим, нам будет отмерено», это имеется в виду, каждый наш поступок будет иметь отклик. Если это был дурной поступок, то нам ответят злобой, ненавистью. Если это был добрый поступок, то мы получим добро в ответ. Какой меры мерите, такой вам будет отмерено. Очень часто мы эти слова применяем к земной реальности, к нашим отношениям. Но в действительности Христос их применяет совершенно к другой реальности, к божественной. Теперь самое трудное для того, чтобы эти слова не казались нам бредом, нужно их применить именно к божественной реальности. Что такое семя? Семя — это слово, которое принес Христос. Он сам сеятель, который щедрой рукой бросает семена Слова Божия, семена Царства повсюду. И на доброй почве, и на неплодородной почве, и на дорогах, и среди камней. И вопрос к нам. Наше сердце, оно будет как камень, оно будет как утоптанная тропинка, на которой семя не прорастет. А если прорастет, то не расцветет или не принесет плода. И поэтому в наших отношениях с Богом, в наших отношениях с ближними, в наших отношениях к самим себе, к жизни, вопрос, какой мерой меришь. Апостол Павел говорит, севющий скупо пожинает скупо, севющий щедро пожинает щедро. Христос сеет щедро. Вопрос, с каким сердцем мы это принимаем, и какой плод мы можем принести. Нам дано много, но что станет с этими семенами, зависит всецело от нас. Слово «мера» имеет совершенно прямое значение. Вы поймете, что это имеет самый конкретный смысл. Мерить – это означает ценить. Ты ценишь слова Христа, мудрость, царство Божие, евангельскую мудрость, как нечто бесценное, как некое несметное сокровище. Либо в твоей системе мер – это какая-то очередная мелочь среди многих других мелочей, которые наполняют нашу жизнь. Именно у такого человека будет отнято и то, что, как кажется, ему он имеет. В действительности он ничего не имел, у него отнимется. Даже тот дар, который ему дается от Бога, потому что сам этот человек его принял просто как очередную мелость. Вот если мы прочитаем слова Христа таким двойственным парадоксальным взором, то они обретают невероятно богатое звучание и мудрость. Самое главное – это, конечно, понимать, что речь идет о том, с каким сердцем мы принимаем. Именно поэтому говорится – будьте внимательны, блюдите, бодрствуйте над тем, как вы слушаете, что вы слышите. Потому что очень часто мы привыкаем в жизни иметь дело с мелочами, которые можно пропустить сквозь уши, которые ничего не стоят. Но есть вещи, которые нужно принимать с тщательным вниманием, осторожностью и ценить их чрезвычайно высоко. И тогда в твоей жизни ты действительно наполняешься богатством. И когда речь идет о царстве, святые отцы употребляют такой замечательный термин – ауту базилея, само царство. В действительности самим этим царством является Христос. Иисус Христос, проповедующий эти слова, обращающийся к нам через слова Евангелия. И есть то царство, которое приходит. И однажды оно придет в силе. И именно в том окончательном царстве, когда Бог все народы, всех людей пригласит как на брачный пир войти в это царство, именно тогда по-настоящему мы получим ответ относительно социальной справедливости. Именно там будет явлена эта окончательная правда, окончательная справедливость, которой мы все так жаждем. Но очень важно уже сейчас в своем сердце быть готовым принять его, оказать гостеприимство тому, что сегодня говорит Христос. На портале Exeget.ru с вами был протеерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга.